Вот две, казалось бы, несовместимые вещи. Пушка и геронов шар. Что же общего между ними? Сгорая, топливо повышает температуру рабочего тела. Оно расширяется и совершает механическую работу. Это газ выталкивает снаряд из ствола пушки. И пар, вырываясь из отводных трубок, заставляет шар вращаться. И пушка, и шар являются тепловыми двигателями. В них внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. На принципиальной схеме теплового двигателя идут тепловые процессы, происходящие в нем. При сгорании топлива температура нагревателя повышается. Рабочее тело, нагреваясь, расширяется. Повышается его давление. В процессе работы рабочее тело теряет энергию и охлаждается до температуры окружающей среды, холодильника. Таким образом, система возвращается в исходное состояние и цикл повторяется. Рассмотрим на практике работу самого распространенного из всех тепловых двигателей, работу четырехтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Первый такт. Впуск. Горючая смесь поступает в цилиндр. Этот процесс происходит при постоянном давлении. Второй такт. Сжатие. Оба клапана закрыты, и смесь сжимается почти адиабатически. Во время сгорания давление и температура газов в цилиндре резко повышаются. Происходит процесс, близкий к кизохорному. Третий такт. Он называется рабочим ходом. Именно сейчас тепло, полученное от сгорания топлива, преобразуется в механическую энергию движения поршня. Этот процесс близок к адиабатному. Четвертый такт. Выпуск. Происходит при открытом выпускном клапане. Отработанные газы вытесняются. В любом из тепловых двигателей мы сжигаем горючее. И нам не безразлично, какая работа будет совершена. Отчего же зависит коэффициент полезного действия тепловой машины? Согласно формуле Сади-Карно, КПД идеального теплового двигателя тем выше, чем больше разница температур нагревателя и холодильника. Разница температур нагревателя и холодильника современной паровой турбины составляет 500 градусов. Ее КПД мог бы быть равным 60%. На самом же деле, учитывая все энергетические потери, он равен приблизительно 40%. Это значит, что из пяти цистерн с горючим, только энергию топлива двух мы превратили в электрическую энергию. А три пустили на ветер. На обогрев и загрязнение окружающей среды. Как повысить КПД теплового двигателя? Один путь — это повышение температуры нагревателя. Но это пока невозможно. Вот когда будут созданы более теплостойкие жаропрочные материалы, тогда можно существенно повысить КПД двигателя. Другой путь — уменьшение энергетических потерь. В двигателе все топливо должно сгорать полностью. А все потери на трение сведены к минимуму. 1860 год был годом рождения двигателя внутреннего сгорания. Мог ли предположить его изобретатель, французский инженер Этьен Ленуар, что человечество в сравнительно короткий срок так прочно оседлает его двигатель? А так ли уж совершенен поршневой двигатель? Немецкий инженер Феликс Ванкель предложил интересную конструкцию роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания. В двигателе Ванкеля ротор-поршень размещен внутри цилиндра, и все четыре такта в объеме цилиндра происходят одновременно. Отсутствие клапанов и кривошипно-шатунных механизмов резко снижает шумы. При одинаковой мощности двигатель Ванкеля меньше размерами, чем традиционный. Немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания с воспламенением топлива при адиабатном сжатии воздуха. Такие двигатели называют дизельными или просто дизелями. Топливо через форсунку впрыскивается в камеру сгорания и воспламеняется при контакте с горячим воздухом. Таким образом, дизельный двигатель отличается от карбюраторного только тем, что топливо поджигается не электрической искрой, а горячим воздухом. Дизель работает на топливе, которое много дешевле и экономичнее бензина. Паровая турбина весьма распространенный тепловой двигатель. В нем внутренняя энергия пара преобразуется в механическую энергию в два этапа. Первый этап. При выходе потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию струи, вытекающей с большого ростю. Второй этап. Вследствие поворота струи в рабочих лопатках, кинетическая энергия пара преобразуется в работу вращения турбины, жестко связанной с рабочим валом. Реальные турбины мощных ТЭЦ устроены гораздо сложнее. Вот так выглядит современная многоступенчатая турбина. Атомные электростанции тоже, по сути, тепловые. Только для подогрева воды и пара здесь служат атомные реакторы. В газотурбинном двигателе внутреннего сгорания рабочим телом является расширяющийся от нагрева газ. Компрессор засасывает воздух и, сжимая его, подает в камеру сгорания. Туда же форсунки впрыскивают под большим давлением топливо. Нагретый и расширенный газ устремляется в сопло. При этом его поток ударяется о лопатке турбины, что и приводит ее в движение. Реактивный двигатель устроен еще проще, чем газотурбинный. В нем нет ни компрессора, ни турбины. Повышенные температуры и давление газа перед камерой добиваются выбором формы воздухозаборника. Сжигание горючего повышает давление газа в камере сгорания, и он выходит оттуда с большой скоростью. Скорость истечения газа можно увеличить, уменьшая диаметр сопла. Реактивная сила отдачи газовой струи и движет самолет. Ракетный — это тоже реактивный двигатель. Только для сжигания горючего он не нуждается в кислороде воздуха. В состав ракетного топлива обязательно входит окислитель. Сжигание горючего сопровождается выделением горючих газов. Выход струи газов через сопло и порождает реактивную силу. Транспортные тепловые двигатели буквально заполонили весь мир. Знаете ли вы, что мощность только поршневых двигателей в четыре раза превосходит мощность всех электростанций? Да, тепловые двигатели создают комфортное существование. Они перевозят нас по земле, по воздуху, по воде. Они пашут и жнут. Всего не перечислишь. Но если вы хотите дышать чистым воздухом, пить неотравленную воду, видеть зелень лесов и травы, да и просто взглянуть на небо над головой, учитесь. И пусть кто-то из вас приложит все силы к тому, чтобы сделать тепловой двигатель безвредным. Если из пяти цистерн только одна сгорит попусту, тогда мы сбережем топливо и снизим уровень загрязнения той самой среды обитания, обитать в которой становится невыносимо. Отработанные в тепловых двигателях газы содержат разнообразные отравляющие вещества. На этой земле вам предстоит прожить долгую жизнь. И самое время задуматься, как сделать жизнь на земле безопасной. Комфорт Комфорт – это хорошо. Но какой ценой? Не платить же за него жизнью своей и своих детей. Работы по исправлению критической ситуации ведутся и сейчас. Но большая часть проблем ляжет на ваши плечи. Это вы должны придумать, как повысить КПД двигателя внутреннего сгорания. Как сделать, чтобы не загрязнялась окружающая среда. А еще перевести его на нетрадиционное топливо – смесь водорода с кислородом. Экономичный электромобиль тоже придется создавать вам. И глобальные проблемы энергетики тоже решать вам. А это и безопасность атомной энергетики. И сооружение комплексов электростанций с замкнутым циклом водоснабжения. Учитесь усерднее. Решающее слово – за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова